Дальше, чтобы не принять торговое предложение, я должен согласиться с вот этими вещами, которые здесь, с решением обыски, это решение, которое привисит с полуактива финансового, понимается, с уведомлением о рисках и даю согласие, что я готов приобрести этот цепарь. Мы, соответственно, еще раз все это просматриваем и ставим палочки, что мы со всем этим согласны. После того, как мы поставили эти галочки, мы можем принять это торговое предложение, то есть фактически завершить сделку между аналитическими лицами. Сделка регистрируется на платформе Atomest, и мы видим, что у нас теперь появилась кнопочка, то есть сделка уже совершена, но она еще не оплачена, у нас появилась кнопочка «Оплатить». Торговое предложение подтверждено, то есть мы уже закручиваем эту сделку, но мы теперь хотим оплатить. На платформе Atomest, в принципе, сейчас возможна оплата обычными рублями, а здесь мы соединили цифровые рубли и цифровые финансовые активы и сделали возможность по кнопочке «Оплатить», которую сейчас мы нажимаем. А мы сразу интегрируем в «Оплатить» и попадем в приложение «WebBank Online». То есть мы синтегрировали, вот я как покупатель, я клиент «WebBank», я оттуда, сейчас я нажму «Оплатить», попадаю в мобильное приложение «WebBank», которое я люблю и знаю. Вот, для чего? Вот, это вот, собственно, главный кран нашего мобильного приложения. Для чего? Чтобы сразу увидеть, одновременно, транзакцию, которую я хочу привести по оплате. То есть мало того, что я попадаю в бесшовное приложение, мне сразу же по интеграции приходят атрибуты вот этого платежа. Сейчас мы увидим, собственно, как выглядит в мобильном приложении «WebBank Online» платеж, который мы хотим отправить на платформу цифрового рубля. Вот так выглядит транзакция. То есть здесь показывается в нашем мобильном приложении «WebBank», показывается баланс моего цифрового кошелька. Я вижу, что вот мой контрагент, у которого тоже свой кошелек есть на платформе цифрового рубля, и я вижу вот фил своего контрагента, сумму цифрового рубля, которая с меня спишет. И назначение платежа, но здесь оно вот такое вот, здесь просто мы указали идентификатор сделки, да, ну то есть чтобы можно было потом понять, что оплачивалось. Ну, он такой немножко неудобворимый, но зато уникальный и соответствует именно этой сделке. И вот здесь вот, если я совсем согласен, я начну кнопочку «Перевести», и после этого уходит взаимодействие, то есть транзакция уходит на платформу цифрового рубля, где уже банк России, он получит этот C2C-перевод, так называемый, он его выполняет. И происходит переход в собственности на цифровый рубль. Один цифровый рубль с моего кошелькового цифра подписывается, а вот мы получили успешное, что транзакция платформу цифрового рубля провела. Продолжение следует... Продолжение следует...